Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о болезнях винограда и профилактических мероприятиях, которые направлены на предотвращение этих самых болезней. Основные заболевания, с которыми мы можем столкнуться на винограднике, это мильдио и аидио. Чуть реже встречается антракноз. Вот замечали мы его последние два года из-за холодных весен. И чуть реже встречается серая гниль. Тоже, как правило, при определенных погодных условиях. И все наши профилактические мероприятия, конечно же, направлены на борьбу с этими самыми болезнями. Одно из самых распространенных мероприятий, и для некоторых это единственное, конечно же, обработки профилактические. Есть у меня отдельное видео по обработкам. Я там рассказываю про группы препаратов, про подходы. Я вам ссылку на него оставлю. Расскажу, что у меня происходит сейчас. На сегодняшний момент весь виноградник у меня обработан два раза азофосом. Это медсодержащий препарат, который защищает от антракноза и который защищает от мильдио. Обрабатывала я давно мильдио. Последняя обработка была перед цветением. И также было две обработки серосодержащими препаратами. Первый раз это была гидросера перед цветением. И буквально пару дней назад обработала ПФК леросом. Это препарат против аэдиума. И он же работает против гнили. Часть виноградника у меня еще была обработана хоросом две недели назад. Я вам рассказывала. У меня прошел град. Побил ягоду, побил лозу, побил лист. Нанес определенный урон. И конечно, чтобы защитить растение. Потому что именно в такой ситуации у нас открываются ворота. Для той же серой гнили, серой, белой. Я часть виноградника обработала препаратом хорос. Это специальный препарат против гнили. Он немножко работает и против аэдиума. Но против аэдиума его реже используют. Препарат системный. И обработала я не весь виноградник, а только часть. Потому что вторая часть виноградника в это время цвела. И еще весь виноградник. Тогда же, после дожди, через пару дней, я обработала термофильным чаем. Есть видео прошлого года. И сделаю еще видео. Расскажу чуть более подробно, что это такое. Это, скажем так, народное средство против медиума. Это было недели две назад. После этого еще шли дожди. И стоит такая очень специфическая погода. Наверное, уже третью неделю у нас жара. Пару дней бывает погода нам дает отдых. А потом опять жарко. До града стояла жара. Вот две недели назад он прошел. До этого где-то неделю стояла жара. А потом почти неделю у нас периодически шли дожди. При очень теплой погоде. Но вот последнюю неделю тоже стоит в районе 30 градусов. На самом деле погода замечательная для развития грибковых заболеваний. Вот сейчас утро. Потому что позже снимать просто нереально. Очень жарко. И вот сегодня не видно. Сегодня лист сухой. А бывает так, что я встаю, а с листа просто капает. Очень-очень такая обильная большая роса. И, конечно, такая замечательная теплая погода. Росы такие обильные. Они создают очень благоприятные условия для развития заболеваний. В первую очередь для мильдии. И на самом деле, тоже еще некоторое время назад многие блогеры говорили, ай-яй-яй, все идет просто эпидемия мильдии. Повально-повально, вот все-все болеет. Надо срочно все обрабатывать. Я не сторонник бесконечных обработок, особенно системными препаратами. Да, без них в некоторых случаях нам сложно и даже, я бы сказала, невозможно. Тем не менее, без конца заливать свои виноградники системными препаратами не есть хорошо. С моей точки зрения. И вот при тех обработках, которые я сделала, на сегодняшний момент у меня все здоровое, кроме одного кустика, на которых появились следы мильдии. То есть, ну, все-таки появилось, но с учетом того, что последняя обработка была там недели-две назад, при этом шли дожди, и там системными препаратами я не работала, то я считаю, это очень хороший показатель. Но на сегодняшний момент у нас стоит очень благоприятная погода для развития мильдии. Мои растения, как ни крути, все равно градом они несколько ослаблены. Соответственно, мне им надо помочь. И, конечно, сейчас я проведу профилактическую обработку именно системными препаратами. Почему я не провела ее, например, неделю-две назад? Ну, во-первых, часть еще виноградника цвела, а когда цвела, мне надо было провести зеленые операции. Если вы почитаете инструкции к системным препаратам, то там есть такие позиции, как сроки выхода людей в виноградники. И, как правило, эти сроки там дней 7. Соответственно, обработать виноградник, и потом идти проводить там зеленые операции, и все время находиться в нем, не есть хорошо. Поэтому сначала надо сделать определенную работу на винограднике, и только после этого обработать. И сейчас мы чуть-чуть отклоняемся от темы обработок, и переходим немножко к другим мероприятиям для профилактики заболеваний. Тоже пасынкование, когда мы лишние пасынки убираем, убираем загущение, улучшаем проветриваемость куста, и болезни там развиваются не очень хорошо. Когда все густенько, хорошо, то понятно, что и болезни развиваться проще. При этом, смотрите, разумно, как сделать сначала провести зеленые операции, а потом обработку. Во-первых, у нас уменьшается расход препарата, потому что мы часть зеленой массы, вот этой лишней, убрали. И даже если мы работаем, например, контактными препаратами, которые не проникают внутрь растения, когда мы убрали лишнее, но опять же, меньше расход, и нам гораздо легче сделать так, чтобы рабочий раствор попал на все максимально. Если у нас будет густо, мы попали на одну часть, ну а там внутрь не попало, и там себе болезнь спокойно может развиваться, а мы думаем, что препарат не работает. На самом деле, это мы не совсем правильно сработали. И вот получается так, что я немножко не успеваю. Виноградник у меня уже достаточно большой, растет очень быстро, и поэтому сейчас я заканчиваю все зеленые операции, привожу свой виноградник в нужный и должный вид, и после этого, конечно, я пройдусь системным препаратом, потому что погодные условия и все условия складываются именно так. При этом у нас уже идет налив ягоды. Смотрите, вот моя побитая градом зилга. Сейчас яркое солнце. Вот у нее уже какие гроздочки. То есть сейчас, вот покажу, пятнышки на ягодках, вот это вот маленькие градобоинки. Ну видите, как она стала затягивать их? То есть, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот Аркадий у нас тоже гроздик как наливает, просто на глазах. И в такой стадии наше растение, оно очень уязвимо, потому что все его силы направлены сейчас на ягоду, а погода очень благоприятствует развитием грибковых заболеваний. Поэтому сейчас самое время провести профилактическую обработку. Тем более, что до созревания у нас еще очень много времени. Я думаю, что месяца полтора у нас есть с лихвой. При этом вы можете сказать, что чего-то раньше, перед цветением, например, не проводила обработки системными препаратами. Ну вот как раз таки сравнивая и предыдущие годы, и опыт других виноградарей, я вижу, что все, кто работал теми же системными препаратами, регулярно, некоторые, начиная с зеленого конуса, вот к моменту налива ягод и к моменту созревания приходят приблизительно к тому же результату. Мы раньше тоже там по пятому листу проводили первую обработку, и все равно в августе, как правило, на винограднике ровненько так же появляются болезни, как и сейчас, когда я этими системными препаратами начинаю работать гораздо позже и гораздо меньше. Ну и часто вы мне задаете вопрос, так какими же препаратами провести обработки? Такими, которыми у вас есть доступ. Препараты против мильдии, против аидиума. Есть препараты комплексные, когда в одном пакетике есть действующие вещества и против мильдии, и против аидиума. Но, к сожалению, например, в Беларуси выбор системных препаратов сильно ограничен, ну, потому что виноград не является нашей типичной культурой, и многие препараты не завозятся в страну, они здесь не зарегистрированы. Поэтому у вас, например, может быть больше доступа к препаратам, у меня он сильно ограничен. Ну, либо наоборот, у кого-то кто-то может сейчас где-то быть на сондачном участке, где в ближайшем магазине тоже выбор препаратов небольшой. Поэтому смотрите, к чему у вас есть доступ. То вы покупаете, тем вы и работаете. Ну, конечно, обязательно читаем инструкции, обязательно смотрим действующие вещества, потому что бывает, что препарат называется по-разному, действующие вещества одно и то же. Рекомендуется, если это препараты на основе страбулинов, то использовать их ограниченно в сезоне, я не помню точно, или один-два раза, а на следующий год менять. Препараты на основе других действующих веществ там немножко лучше. Ну, конечно, периодически там может быть не в одном сезоне, но через сезон немножечко действующие вещества в препаратах следует поменять, потому что вот эти хитрые микроорганизмы вредные, они могут приспосабливаться. Поэтому есть смысл немножко вот с этими препаратами и поиграться. Еще расскажу вам такую интересную вещь, ну, конечно, я ищу какие-то, что можно купить новенькое, может быть более эффективное, более современное для борьбы с болезнями. И есть такой препарат Кабриотоп. Кабриотоп препарат комплексный и против медио, и против аидиума. Там, по-моему, два действующих вещества. Замечательное описание. Производит Кабриотоп фирма БАСФ. Значит, в Беларуси, конечно же, этот препарат не зарегистрирован, но осталось сказать, вдруг я смогу каким-то образом его купить еще где-то. И вот, что интересно, нахожу в Казахстане, ну, понятно, есть большие упаковки промышленные, по-моему, килограмм, и маленькая упаковка 20 грамм. И обращаю внимание на эту упаковку. А там написано производитель Белареохим, Республика Беларусь. То есть препарат Кабриотоп в Беларуси не зарегистрирован, но при этом в Казахстане его продают с тем, что он произведен в Беларуси, на Белареохиме. Вот для меня, честно говоря, это странно, и я бы здесь раз подумала, стоит ли покупать такой препарат. Конечно, я, может быть, чего-то не знаю. Ну, серьезно, для меня как-то странно, что в этой стране он не зарегистрирован, но при этом его как бы здесь производят, да, причем о БАСФе вообще там сильно не упоминается, хотя производитель БАСФ. И в другой стране он продается, ну, как-то странно, то есть поделок тоже стоит опасаться и немножечко какую-то информацию изучать. Ну, какую? Интернет сегодня доступен всем, так что надо смотреть, надо искать, может, где-то отзывы какие-то, потому что в определенных регионах, где применяются те или иные препараты, люди между собой обсуждают их эффективность и их оригинальность. И еще пару слов об обработках и других профилактических мероприятиях. Если мы говорим об обработках системными препаратами, да, вроде бы для нас как бы, ну, хорошо, побрызгал, в растение проникло, все должно работать. Но дело в том, что и само растение, опять же, это лично мое мнение, оно должно формировать свой естественный иммунитет. И обработки это всего лишь часть профилактических мероприятий. Я об этом говорила несколько раз, конечно, зеленая операция, то есть у нас не должно быть загущения на винограднике, он должен хорошо проветриваться, хорошо освещаться и, конечно же, подкормки. не столько подкормки, сколько растению должно вообще всего хватать. Когда ему всего хватает, оно находится в благоприятных условиях и у него есть силы и возможности бороться с этими самыми болезнями и им противостоять. При этом микромир, он такой, там постоянно идет между собой конкуренция. И поэтому, когда, вот много раз я рассказывала, да, что мой виноградник растет в газоне, мой виноградник замульчирован. Вот, смотрите, сняла камеру со штатива, вот она, мульча. Это тоже является определенным приемом для борьбы с заболеваниями. Смотрите, что происходит. Вот эта мульча, она разрушается на месте, при этом выделяется углекислый газ, которым растение очень нужен. Почва поддерживается в оптимальном состоянии. И там, конечно же, формируется определенный микромир, который помогает растению развивать свой иммунитет. Вся природа, все живые организмы в природе, они находятся в сложных взаимодействиях. И наша задача эти взаимодействия хотя бы в определенной степени поддерживать. Конечно, только, например, поддержанием более-менее естественной среды на винограднике, только подкормками, не факт, что мы сможем бороться с болезнями. Иногда надо что-то еще. Но если мы это делаем в комплексе, то борьба с болезнями становится гораздо легче. И пару слов о биопрепаратах. Биопрепараты это на самом деле замечательные вещи для профилактики заболеваний у растений. И конечно же, тоже они помогают формировать иммунитет. Они создают такую естественную защиту. Но не все препараты работают стопроцентно. Не все препараты такие работают эффективно. То, на чем лично я убедилась на своем опыте, термофильный чай замечательно работает против мельдию. Я это увидела в прошлом году. Все работает, все классно, все хорошо. Причем уже когда мельдию показалось. Но не все препараты работают так эффективно. биопрепараты тоже не всегда работают хорошо. такой вот сейчас очень активно о нем говорят. Микроорганизм триходерма. Триходерма работает против фитофторы. Триходерма работает против аидиума. Она в общем-то его кушает. Но я как-то рассказывала. Я покупала две упаковочки. Одна из них была дорогая 9,90 на белорусские деньги, а вторая 90 копеек. Так вот там, где 9,90 на перлите зато лейблы определенных торговых марок. Ничего я пробовала высевать, просто посмотреть, что там есть. Высевала на кофе. И там у меня не выросло ничего. Из пакетиков 90 копеек выросло. Ну, понимаете, да? То есть мы можем купить, а там просто чего-то не будет. Либо эти микроорганизмы будут находиться в таком спящем состоянии, когда они просто не сработают. И биологические средства, особенно уже по болеющим кустам, могут сработать плохо. Особенно вот такие покупные, потому что это не действует мгновенно. Те микроорганизмы, которые мы даем на растения, им нужно время для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы начать размножаться, ну, тоже триходерми. Если она попадает на аидиум, ей надо время, чтобы размножиться. И если она у нас дома, в некоторых случаях, вырастает 5-7 дней, то в естественных условиях она может расти еще медленнее. Поэтому эти средства хороши для профилактики, но если у нас уже что-то выскочило, такие препараты помогут не всегда. Хотя вот про термофильный чай я вам говорила. Да, он хорошо эффективно работает, в этом я убедилась на собственном опыте. конечно моя точка зрения, что нам надо работать не вместо, а вместе. И очень хорошо совмещать биопрепараты с препаратами химическими. Например, вот сейчас провести обработку системными препаратами, чуть-чуть подождать и потом дать какую-то биозащиту, но это будет очень хорошо и полезно для растения. Также в период созревания урожая, если стоит неблагоприятная обстановка погодная, которая хороша и для нас, а для развития болезней на винограде, то, конечно, в это время мы уже можем работать только биологическими препаратами, уже никакой химии, нам же кушать это урожай, уже никакой химии мы вносить не будем. И подводя итог нашему сегодняшнему разговору, борьба с болезнями на винограде это целый комплекс мероприятий. Первое, конечно же, растению должно всего хватать, в том числе питание, растение не надо перегружать, особенно урожаем, сейчас у нас время провести нормировку этим самым урожаем, потому что перегруженный куст будет сосредоточен только на ягоду, ему важно рассемениться, будет ли он болеть, умрет ли он после этого, ему же все равно, поэтому не перегружаем, проводим зеленые операции, убираем загущение, работаем с пасынками, подвязками, все вот это мы делаем, ну, конечно, обработки, здесь, мое мнение, не вместо, а вместе, сейчас почти середина июля, можно провести и нужно обработку системными препаратами, потом, лично я еще успеваю недели через две, две с половиной, даже почти три, сделать вторую обработку, но так, чтобы у меня до снятия урожая оставался большой запас времени, больше, чем указано на упаковках с препаратами, я думаю, что раньше 20 августа вряд ли вообще я что-то соберу в этом сезоне, и еще касательно гнили, я не уделила сильно на них внимания, если в прошлом году у вас гнили были, значит, посмотрите, чтобы препарат, который вы применяете, работал против гнили, но, как правило, те препараты, которые работают против аидиума, против гнили, они тоже работают, и, если вы, например, провели обработку системными препаратами, но видите, что у вас очень такая дождливая погода, очень неблагоприятная, то можно посмотреть, может быть, провести еще дополнительную обработку препаратами серые, у них сроки действия небольшие, соответственно, может это помочь предотвратить сильное развитие заболеваний, если такое будет, у нас, как правило, это если очень-очень стоит дождливая погода, если грозди очень плотные, ну, тогда может быть, и однажды я видела и на стволе серый гниль на чужом винограднике, то есть, если такое было, если вы такое замечали, то посмотрите, чтобы в препаратах это было, с гнилями, к ним надо относиться серьезно и бороться с ними тоже серьезно. И последний момент важный, но на который обязательно нужно уделить внимание, если вы используете системные препараты, обратите внимание, что большинство из них работает в диапазоне температур где-то градусов 25, соответственно, сейчас у нас очень жарко, как 31, 32, 33, на солнышке и 39 показывает термометр. При таких температурах системные препараты работать не будут. Но, смотрите, они впитываются приблизительно часа за два, и часа через два они уже начинают действовать. Соответственно, мы обработки проводим не утром, даже ранним утром, когда температура очень быстро поднимается вверх, а вечером, ну, вечером приблизительно градусов 20, мы обработку провели, да, и у нас еще ночь стоит с такой температурой, которая оптимальна для этого препарата. То есть, вот этот момент тоже нужно учесть. А также надо быть аккуратно с препаратами серы, потому что, когда стоит сильная жара, сера очень быстро испаряется, молодые листики может поджечь. Соответственно, тоже мы выбираем то время для обработки, когда еще не очень жарко. Мною опробовано ПФК Лерос хорошо работает, даже при 30 градусах, он еще лист не палит. Коллоидная сера, сейчас, если вы используете молоденькие листья, может поджечь. То есть, обращайте на это внимание. И тоже у препаратов в инструкции это не будет, но в интернете можно поискать температурные оптимумы для тех веществ, которые вы используете. Эта информация доступна, обращайте на это внимание. То есть, вот сейчас, например, в такую жару лучше все обработки смещать на вечер. Тем более, что я вам уже рассказала, были у нас такие утра, когда с листа капало, а дальше уже становится слишком жарко. поэтому в таких условиях лучше обработки максимально сместить на вечер. Ну и помните, конечно, о мерах безопасности, и если вы обрабатываете ваш виноградник системными препаратами, то хотя бы пару дней старайтесь минимально делать там что-либо. Ну я с вами прощаюсь, желаю здоровья вам и вашим виноградникам, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще ссылка на другие полезные видео, мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!